Сегодня в Чебоксарах стартовал межрегиональный этап соревнований WorldSkills. На этот раз столица республики получила право стать отборочной площадкой для финального тура российского чемпионата. Он состоится в Краснодарском крае уже в мае. Кто претендует на путевку и как в республике развивают стандарты подготовки младых профессионалов, обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Доказать свое мастерство в Чебоксары приехали лучшие из лучших. Все они стали чемпионами в своих регионах. Цена победы – путевка в финал. Бороться за нее молодые люди будут на протяжении недели. Итоги отборочного тура подведут 3 апреля. Очень много участников. Участники все достойные. Разные области, округа. Но мы будем стараться. Я обучаюсь по специальности аналитический контроль качества химических соединений. Поэтому участвую в этой компетенции. Конкуренция будет серьезная. В борьбу за первые места уже вступили более 30 участников из 26 регионов. В Чебоксарах определят имена лучших специалистов в сфере электроники и лабораторного химического анализа. Отборочные туры проходят в 7 регионах страны. Там, где созданы центры компетенций. В столице республики полигон для подготовки молодых профессионалов появился в прошлом году. Сейчас мы активно готовим национальную сборную, чтобы она поборолась на всемирном чемпионате WorldSkills в 2019 году в Казани. Конечно, для нас очень важно создание таких площадок, это инновации. Инновации можно получать только на производстве. Для нас очень важно, чтобы наше производство было оснащено кадрами. Если нет кадров, нет производства, нет инноваций, и, к сожалению, мы тогда не имеем возможности развития перерабатывающей, вообще создающей промышленности, как таковой. Именно в центре компетенции опробируют новые образовательные программы. Стандарты WorldSkills сейчас начинают применять и на предприятиях. Стандарты WorldSkills International применяются для оценки качества подготовленности выпускника учебного заведения. С другой стороны, можно точно так же оценить умения уже работающих специалистов на своем предприятии и определять направление развития, то, что модно называть индивидуальной траекторией развития специалиста в корпоративной системе подготовки кадров. Сегодняшний специалист – это человек, который должен обладать умениями программирования на различных языках, умением пользоваться современным оборудованием. И все это больше сводится как раз к управлению автоматизированной системой. По мнению экспертов, формат подготовки молодых специалистов должен быть изменен кардинально. В республике уже реализуют непрерывную систему инженерно-технического образования школьников и студентов. В своем послании госсовету глава региона отметил, что для поддержки этого проекта из бюджета выделяют немалые средства. В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства около полумиллиарда рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Таких средств ранее мы никогда не направляли. В Чувашии продолжат проводить и региональные чемпионаты рабочих профессий. Количество их участников увеличивается каждый год. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.